Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить спагетти с капустой и беконом. Мы все знаем такое блюдо, как тушёная картошка с капустой. Однако спагетти с капустой я буду, например, пробовать первый раз. Также хочу отметить, что это блюдо придумала не я сама. Это блюдо придумал итальянский шеф-повар Марио Баттали. Поэтому все претензии, если что, к нему. Но если вам также интересно, что из этого получится, и вкусно это будет или нет, вы узнаете, если останетесь со мной, досмотрите этот ролик до конца. И вместе с вами я попробую и скажу своё мнение. Итак, что же нам для этого блюда понадобится? На 500 грамм свежей капусты нам необходимо 4-5 ломтиков бекона. Если даже он будет жирноватый, это будет ещё лучше. У меня немножко он такой постный. 2-3 зубчика чеснока, 400 грамм спагетти или лапши можно взять. И если у вас есть сыр пармезан, то это будет ещё вкуснее. Ну а сейчас приступаем. По рецепту необходимо капусту нарезать соломкой шириной примерно 1 см. И отварить её в подсолёной воде. Но мне не хочется так делать, потому что потом вылавливать эти полоски шумовкой не очень удобно. Я сейчас разделю просто на листья и отварю листьями. А затем уже порежу. Вода закипела, добавляем соль и выкладываем листья капусты. Отвариваем капусту минуты 4-5. Капусту достаём и остужаем. Затем нарезаем уже соломкой шириной 1 см. В той же воде, где варилась капуста, я буду отваривать спагетти. Пока варятся спагетти, займёмся беконом и капустой. Чуть-чуть масла растительного. Так как у меня не очень жирный бекон, я добавила немного растительного масла. К бекону добавляем чеснок. И слегка его обжариваем. Теперь сюда добавляем порезанную капусту. И теперь к бекону и капусте добавляем спагетти. И уже в тарелке немножко добавить пармезана. Ну вот и всё. Блюдо готово. Я его уже попробовала. И на вкус оно мне понравилось. Интересное сочетание, необычное. Для нас немножко непривычное. Это, конечно, не картошка тушёная с капустом. Но, тем не менее, я советую вам попробовать. Я думаю, что найдутся любители, кому это блюдо очень понравится. Но, по крайней мере, не будет таких, у которых оно вызовет отвращение. Это точно. Конечно же, вам решать, готовить это блюдо или нет. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если ещё кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!